Привет, мои хорошие! С вами Селия Насвей, и сегодня будет видео, где я буду пробовать всякие интересные вкусняшки. Я нашла стенд большой, такой в торговом центре, и набрала всяких вкусняшек, которых до этого я никогда не пробовала, и в принципе некоторые из них никогда не видела, а некоторые видела очень-очень давно. Мне интересно будет это делать с вами. Я уже купила, уже неделя прошла, как я купила все это, и она стоит и ждет. И я терпеливо не открывала ни одну баночку для того, чтобы попробовать это заранее. Я хочу это пробовать вместе с вами и делиться своими эмоциями и впечатлениями вместе с вами. Ну что, приступим. Я вам для начала покажу... А, нет, не покажу, я буду все делать по одному. Напоследок мы оставим напитки. Значит, первое, что мы попробуем с вами, это арахисовую пасту. Ну, это самое простое и банальное, что здесь есть. Арахисовая паста. Я знаю, что ее очень любят за границей. Знаете, мы смотрим постоянно с вами фильмы, и там вечно они едят арахисовую пасту. И так они любят любую арахисовую пасту. Я помню, честно говоря, одно время я ее искала даже. Думала, ой, я тоже хочу, как за границей. Знаете, там ешь и думаешь, что ты крутой. Придет тебе кто-нибудь в гости и такой, ой, чего у тебя есть вкусненькая, а ты такой, арахисовая паста. Вот я ее открыла, она целая. Я хочу попробовать. Что здесь написано, она у нас стоит из-за дворного обжаренного арахиса. Паста богата растительным белком, микроэлементами и клетчаткой. В состав ядра арахиса, декстроза, глюкоза, растительные жиры, хлопковое, соевое, рапсовое масло и соль. Вот. В принципе, мне даже как кормящей маме можно немножко это попробовать. Простите. Блин, реально круто. Ребята, точно ешь со своими анализами, господи. Со своими, ну, то, что я кормлю, я же могу есть вот с этим составом, да? Ядра. Здесь нету сахара, растительные жиры. Я же могу растительные жиры есть. Глюкоза, декстроза. Это же заменитель сахара какой-то, наверное, он не такой вредный. Реально как арахис. Я знала, что она мне понравится. Вот это шикарная штука, ребята, кто не пробовал. Вообще очень круто. Это реально потому что круто. Я так просто не улкаю на камеру. Все, блин, я теперь буду есть. Вот кто знает, скажите мне, пожалуйста, можно мне есть или нет. Вот состав я вам прочитала, вроде бы все нормально. Второе мы с вами попробуем. Второе. Такую штуку. Ну вот это, наверное, мне нельзя, по идее. Но я попробую чуть-чуть. Состав. Это вообще, смешмало, ароматный кремовый зефир. Вот, зефир-то я люблю. Здесь у нас состоит он из... Состав. Курзный сироп. Сахар. Сухой яичный белок. Натуральный краситель Е162. Свекольный краситель в кавычках. Типа свекольный краситель, наверное. И ароматизатор, идентичный натуральному клубника. Без ГМО, не содержит глютен, написано. Кошерный продукт. Что значит кошерный? Произведено за 14 месяцев до конечной даты реализации. Ну, в общем, везде хороший срок годности тут у нас. Я буду пробовать. И я хочу это пробовать пальчиком. Пальчиком. Ручки у меня чистые. Но мне просто кажется, что это очень круто будет именно пальцем. Именно пальцем. Ой. Вкусно? Ну, я чуть-чуть. Не ругайте меня, мамочки. Попробуем. Боже, оно стоит своих денег, реально. Я не выдержу. Можно еще одну, пожалуйста? Я же сладкое совсем почти не ем. И не думаю, что от этого вот мне будет... Не мне, а малышу бы плохо. Все, последнее. Какая сладюшка. Невозможно. Невозможно вкусно. Вот такая штучка. Блин, реально, ребят, я вот это в первый раз пробую. Я не знаю, может быть, вы пробовали. Я такой отсталый человек. Пойду руку помою. Да, зефирка очень нежная, вкусная оказалась. На губах не осталось. Следующее, что мы попробуем, мы по-сладкому, да, ну давайте... В общем, сказали, что вот это одна из самых кислых конфет. Вот даже видите, какой здесь человечек нарисован. Типа он с ума сходит от кислоты. Токсик Вейст. И я хочу сейчас попробовать эту штуку. Кислая жевательная конфета. Я, честно говоря, не очень люблю кислые конфеты. Состав тут все по-нерусски. Глюкозный сироп, сахар, декстроза, лимонная кислота, гидрид, растительное масло, соевых панк. Короче, здесь весь набор Е вообще. Ну, я прям маленький кусочек попробую. Ой, сейчас у меня помидоры полетят, я чувствую. Кормящая масса, что ты делаешь? Да ничего страшного. Я вот кусочек попробую, маленький, все. Даже не заметит. Оно растворится в моем организме. Реально? Я даже не буду доедать, чтобы меньше в организм мой попали всякие штуки. Ой, у меня аж прослезилось. Кислая? Ну да, она кислая, прям особенно когда жуешь ее, прям кислота впрыскивается тебе в рот. Но там есть бонус. Ты как быть жуешь, да, она кислая, а потом идет такая сладюшечка. Ну прикольно, мне понравилась конфетка эта. Прям такая... Эмоции какие-то сразу прилив в голове, крови вообще идет. В общем, вот такая штука, тоже прикольная. Ну короче, стоит попробовать. Вот эта маленькая, она недорого стоит, она там рублей 60 стоит, наверное, маленькая. Вот большая у них вот такая упаковка стоит 390 рублей. Кстати, по ценам, вот эта вот по 390 рублей все, по-моему, если я не путаю. В общем, около 300, как бы такие вот цены. Потом вот такая жвачка. Я помню, что давно-давно я пробовала, я думаю, в ней ничего такого особенного нету. Ничего не сказали. Это черри у нас. Ну просто она вот такая вот, и я захотела ее взять и попробовать. Вот такие штуки. Я как-то такую пробовала уже жвачку. Она, по-моему, мне нравилась. Ну вот мы с вами попробуем. Позьем. Пока что она, как конфета, не хочет собраться в жевательную штуку внутри рта. Начинает крепнуть. Ну вот, все. Теперь она как жвачка. Вкусная, сладкая черри. Да. Я помню. Я помню эти жвачки. Они были давно-давно. Ну, в общем, не буду долго жевать. Тоже вот еще. Ну и последнее, что у меня осталось. Это вообще, я как-то увидела, у меня были такие эмоции. Охренеть! Господи, как я давно этого не видела! Это Юпи из Ука! Господи, девчонки и мальчишки, вы помните? Это же мое детство! Я решила, знаете что? Я не буду все пакетики пробовать. Сейчас я выберу один и попробую его. И больше всего мне интересно, здесь у меня ананас и персик зука, зука-вишня, но вишню мы уже попробовали. Потом лимон и малина. Юпи! И я решила попробовать колу, потому что я просто даже не помню, чтобы была кола, и я не помню, короче, ее вкус. Неужели можно ее химозную сделать? Колу. Что за вкус будет? Пойду разведу. А остальные я буду пробовать со своими друзьями. Вот они будут приходить ко мне, кто будет снимать вместе со мной видео. Я буду разводить по одному пакетику и говорить. Давайте вспомним. в прошлое. Пойду разведу и вернусь. Я вернулась. Ой, там маленького моего виндачечка. Берем. Как мы после бассейна сегодня спит как суслик вот пришли. Я его еще дала ему какая-то смесь и все. Вот он спит как суслик. Я думаю, давай быстрее с ним увидим. В общем, вот я сделала. Даже пенка, смотрите, типа газированная. Пахнет реально, выглядит отвратительно. сухая пахнет отвратительно. Химозой какой-то. Сделала, сейчас пахнет реально колой. Вот реально колой. Вот так вот можно пошутить над кем-то. Я знаю, вот будет ко мне приходить кто-то из ребят, с кем буду снимать совместное видео, я приколюсь, я скажу. Вот, типа, давай с закрытыми глазами угадай, что это такое. Реально кола. По запаху. И теперь попробуем. Я попробую реально совершенно чуть-чуть. Я еще не читала состав, но мне кажется, он просто там, просто ей-ей-ей и так далее. Ну, хочу попробовать. Похоже на колу или нет? Реально похоже на колу, только которые, знаете, которые уже эти, газы все. Слушайте, может вот это вот и добавляют нам в колу? Делают газированную воду, вот минералку. Добавляют туда вот это вот юпи. Представляете? И мы пьем вот эту кока-колу. Слушай, надо посмотреть, что за состав в кока-коле. Просто как будто вот кола, мы ее взяли, открыли, она вся выветрилась, 100% запах, и запах, и вкус вот такой вот выдохшейся колы без газиков. Охренеть. Я в шоке. Давайте почитаем состав. Ой, вообще, сахар, лимонная кислота, регулятор кислотности, подсластители, цикломат, аспартам, сахарин, добавка, препятствующая слеживанию и комкированию, это Е551, уже Е. Фумаровая кислота, или фумаровая, просто первый раз такое слово читаю, регулятор кислотности, краситель, карамель, вкусовая добавка, кола. Ну, в целом, не так-то прям ужасно, да, только один Е, вот этот вот, Е551. Кошмар. Вы не думайте, я это пить не буду, ни в коем случае. В общем, подытожу вам и скажу, что вообще рада своим всем покупочкам, мне понравилось, сейчас такой эмоциональный вечерок с вами оказался. Самое вкусное, что я рекомендую, это взять вот эту вот штуку, потому что она реально очень нежная, и даже мне не кажется очень сильно сладкой. Какая-то она такая вся воздушная и вообще классная вот для деток, и состав, в принципе, не очень такой ужасный. Ну, и арахисовая вот эта вот паста вообще замечательная, и я, мне кажется, вообще на нее подсяду. Такая она вообще классная. Я вот этими двумя вообще просто так довольна, и скорее хочу есть. Я прям даже рада, что неужели мне можно арахисовую пасту есть. Надо попробовать съесть чуть-чуть сегодня, посмотрю на реакцию малыша. Ну, а это, конечно, ну, наверное, подождет еще. Ой, хотя такая вкусняха. Тут даже хлеб намазан. Тут на хлеб ее мазать, что ли? Ну, нет, я лучше пальцем вот так вот есть. Очень круто. Ну, все, мои хорошие, такие были сладюшки. Я рада была с вами поделиться своими впечатлениями. Надеюсь, вам что-то понравилось. Если вы что-то не пробовали, обязательно приобретайте. Только не знаю, где. В Ростове это я купила в торговом центре мега, да, в торговом центре мега, посредине вот дорожек вот этих стояло, так стоял такой стеллаж. И там, кстати, вот эти вот шоколадки милка, я не видела никогда вообще столько вариаций этого шоколада, там, с такими начинками, вообще, ну, то есть там вот целый стеллаж, половина у него, это все милка, милка, и вот, и вот, и там шоколад вот разнообразный. И я даже не могу перечислять, короче, это надо увидеть. Я бы все это съела, но шоколад, и такое точно нельзя, может быть, черный кусочек, но не такое, как там продают. Поэтому я потерплю еще. Вот, мои дорогие, хорошие, что я вам хотела еще, что я вам хотела еще? Совет, совет. Как я вам говорила, что подписчицы мои писали мне в комментариях, какие-то советы, бьюти-советы, и можно даже не бьюти-советы. И вот один из советов мне очень понравился, его Екатерина написала мне, как восстановить разбитые тени или пудру. Она предлагает попшикать духами на все это дело. Можно там же, прямо же, да, где вот вы разбили, туда все сложить, размельчить, попшикать все это, помешать как следует. И под пресс все это, я думаю, можно пальцем сначала все это раздавить, потом под прессик положить. И все это дело на сутки. Как я понимаю, через сутки все у нас засыхает, и вуаля, почти как новенькое. Так что, если у кого есть разбитые тени или пудра, попробуйте воспользоваться этим советом от Екатерины. Но я обязательно воспользуюсь, потому что, как вы помните, я не так давно покупала себе покупочки, и у меня были как раз такие разбитые тени, совсем новые. Но я пришла домой, а они разбитые. Так что, я воспользуюсь этим советом и обязательно попробую. Спасибо, Екатерина. Ну, а я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok